Когда вы молитесь Богу, вы можете почувствовать себя душой, можете почувствовать вечность, можете почувствовать знание, пройдёт какая-то проблема в жизни, но это всё спецэффекты. Не надо сильно привлекаться к этому, потому что ваша цель в молитве — это святость. Кланитесь святому человеку, слушайте голос, продолжайте эти отношения. А знание, которое вы будете получать в сердце в результате этой деятельности, является сопутствующим фактором, и это знание является чудом. То есть чудеса будут с вами происходить, но вы потом к ним привыкнете. Один ученик прибежал к учитель и говорит, «Мой учитель, я когда молюсь, у меня слёзы из глаз льются, волосы дыбом стоят, что это?» Он посмотрел на него и говорит, «Не волнуйся, это скоро пройдёт». Потому что главное не это молитвы. Главное — это приближение к святости, лучше видеть чистоту человеческую. Это очень практичная вещь. Если ты увидишь чистоту старшего, тогда ты сможешь увидеть чистоту мужа потом. По аналогии. По аналогии. Но когда ты не видишь чистоту старшего, ты видишь обиду на мужа. Это называется осквернение сознания. Но преодолевается с помощью отношений со старшим. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова